В Карькове продолжается серия взрывов. Очередной произошел вот здесь, около двух часов ночи. Местные жители услышали что-то наподобие фейерверка. Были повреждены ворота Академии Национальной Гвардии Украины. Очередной ночной взрыв уже третий за последние полторы недели в Харькове. С целями экономии, налогообложения и так далее, руководство торговых сетей идет на то, чтобы не заключать договора охраны с охранными компаниями, а содержать собственную службу безопасности. Супермаркеты, отели и рестораны чаще пренебрегают мерами безопасности, экономия на охране и системах видеонаблюдения. Сегодня в некоторых районах города и области снова отключали электроэнергию. Працевники милиции на момент споения ДТП находились на службовом автомобиле, уформленном одезе, стабильном огнепальном сборе, с действием патрулювания территории города Харькова. За фактом ДТП уже призначена службовая проверка. На Московском проспекте произошло ДТП с участием сотрудников милиции беременной женщины. Теперь об этих и других событиях более подробно. Третий ночной взрыв за последние полторы недели в Харькове и шестой случай за месяц. В этот раз взрывное устройство было закреплено между частями чугунных ворот военной части, где дислоцируется одно из подразделений Нацгвардии. Никто не пострадал. Прокуратура расценила этот случай как преднамеренное повреждение имущества. Подробности у Натальи Белокудри. В Харькове продолжается серия взрывов. Очередной произошел вот здесь. Около двух часов ночи местные жители услышали что-то наподобие фейерверка. Были повреждены ворота Академии Национальной гвардии Украины. Здесь же в районе поселка Жуковского находится один из крупных студенческих городков. Молодые люди, которые живут здесь, говорят, от взрыва они, конечно, проснулись. Но сама ситуация их не пугает. Уверяют, паники не было. Где-то около двух-трех часов утра мы слышали, что тряслись окна. Вот, в принципе, больше ничего не знаем по этому поводу. Пришли здесь были люди. Ну, конечно, хочется, чтобы это все поскорее прекратилось. Вот и все. Вот, паники как бы нет. У нас город спокойный, хороший. Находимся рядом с Востоком, находимся рядом с Россией. Расшатать просто настроение людей в городе. Ну, вы же видите, город, когда три месяца назад говорили еще, что что-то начнется в городе, два месяца, месяц назад. Ничего не начинается, все нормально. Город будет жить спокойно. У более пожилых людей, проживающих в поселке Жуковского, на серию взрывов в Харькове, абсолютно иная точка зрения. Мы отслеживаем, нам не страшно. Но хочется, чтобы власть все-таки... А мне страшно, что это тебе не страшно. Мне нет. Мы говорим, хорошо, что мы никуда не ходим. Уже ни в какие кафе, никуда, потому что... А молодежи, вот, их жалко. Они еще продолжают, они молодые студенты. Взрывотехники и правоохранители отработали место взрыва, собрали вещественные доказательства. Прокуратура, как и в предыдущие два раза, уже открыла криминальное производство по статье «Немышленное повреждение имущества путем взрыва». В Франции закончился взгляд места подии. С места были вылечены, вылечены решетки, которые сейчас направлены на экспертизу, которая должна установить, какой именно тех выборов предметов было сдетоновано на месте подии. Напомним, по статье «Теракт» в Харькове расследуется взрыв в Рокпабе-стена, где пострадало 13 харьковчан. Всего же за последний месяц в городе прозвучало 6 взрывов. Но в прокуратуре пока что не могут прокомментировать, есть ли связь между всеми этими случаями. Наталья Вилакудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. По мнению экспертов, супермаркеты, отели и рестораны зачастую пренебрегают мерами безопасности. Именно на этих объектах чаще всего отсутствует качественная охрана и системы видеонаблюдения. На них в первую очередь пытаются сэкономить владельцы и арендаторы помещений. Одной из причин такой частоты взрывов и терактов в Харькове является еще отсутствие качественной охраны объектов, в частности, квалифицированных сотрудников или наличие систем видеонаблюдения, говорят специалисты. По словам директора Союза работников сферы безопасности Олега Лысяка, владельцы мест общественного пользования, таких как торговые сети, кафе или рестораны, попросту экономят на охране. В большинстве случаев в этих заведениях пользуются собственной службой безопасности, основной задачей которых является только защита от краж, но не от чрезвычайных ситуаций. С целями экономии, налогообложения и так далее, руководство торговых сетей идет на то, чтобы не заключать договора охраны с охранными компаниями, а содержать собственную службу безопасности, при этом экономим деньги на лицензию, на проведение, на действия контролирующих органов, уменьшение со стороны органов милиции. Однако собственные службы безопасности более ограничены в действиях, говорит Лысяк. Они не могут применять силу в случае физического сопротивления, а также не могут пользоваться специальными средствами, в том числе несколькими видами оружия. Это ручной металлодетектор, который работает на поиск опасных предметов, то есть металлических предметов. Ну и, соответственно, палка резиновая, это укорочено, это не является специальным средством МВД, является специальным средством частного охранного бизнеса. Эксперты по системам безопасности утверждают, владельцы общественных мест экономят еще и на системах видеонаблюдения, используют камеры попроще, с маленьким углом обзора и устанавливают их в небольшом количестве. Это больше связано с менталитетом, что зачем мне это нужно, вот это дорого, это лишние затраты. На самом деле это уникальный инструмент для того, чтобы выявить и во многом предотвратить какие-то действия злоумышленников. Кроме того, как уверяют эксперты из охранных служб, в местах общественного пользования необходимо проводить специальные тренинги для основного персонала, чего не делают владельцы данных заведений. Сотрудникам торговых центров или ресторанов рассказывают лишь о минимуме из раздела о технике безопасности, игнорируя обучение по действиям в чрезвычайных ситуациях, таких как теракт. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения новости. В Харькове сегодня отключали свет в домах, на предприятиях и в торговых центрах, а также обесточили ряд трамвайных и троллейбусных линий. Временное отключение электроэнергии в определенных районах города может произойти в любой момент без привязки к конкретному времени. Промышленные предприятия, горы, электротранспорт, жилые дома и даже больницы. Сегодня в Харькове и области несколько районов остались без электричества. Внезапное отключение света без привязки к конкретному времени людей раздражает. Говорят, сидеть без электричества приходится по 6 часов. Но хуже всего, что об этих отключениях они узнают уже по факту. У нас тоже света дома нет, рядом живем. Что, что? А тоже света нет? Да. Что, до сих пор нет света? Ну да, у нас тоже до сих пор нет света дома. А на сколько отключили? Ночью отключили. Вчера был свет. И до сих пор нет? Да. А где это? Улица? Улица Жевченко. В принципе, это не больше суток. В принципе, ну там, может в течение часов 6. 6 часов не было? Ну, я, конечно, не помню, я точно не смотрела на время, но было такое, да, раза 3. И причину не говорили? Один раз, я помню, предупреждали там в связи с какими-то работами. Было объявление на подъезде. И указывали, с какое по какое время. Возможно, будет выключен свет. А остальные причины не смотрели. Накануне обсуждают в соцсетях харьковчане. Без света оставались торговые центры «Дафи» и «Караван», а также «Макдональдс», что на Московском проспекте. Для кого-то отсутствие электричества – повод вспомнить о лихих 90-х, а для кого-то – источник больших проблем. Тяжело без света. Вспомним 90-е. Наверное, скоро уже будет пора вспоминать. А если будут отключать плановые такие вот почасовые? Я сама на забастовку выйду. Потому что у меня дети, которые приходят домой в 7-часовую школу, им надо сделать уроки. Что такое плановые, почасовые? Я за электричество плачу, поэтому хочу получать его в достаточном количестве. Не все харьковчане знают и об изменении движения транспорта. Так, со вчерашнего вечера из-за экономии электроэнергии 26-й, 27-й, 23-й и 16-й трамваи изменили свои маршруты. А 7-й, 45-й и 46-й троллейбусы временно не курсируют. Некоторые стояли 3, некоторые 5 часов. Без электричества, без тепла, то есть полностью обесточенный вагон. То есть вы можете себе представить, когда на улице такая температура, что это вообще такое. Это люди и заболеть могут, и все что угодно. Вчера пошел, хотел воды привезти. Трамвай вообще не ходил. А какой? Ну, мимо этого. Не туда, не туда. 27-й. И причины тоже не говорили? А кто скажет? То раньше так хоть писали, что трамва не будет работать. А то без всякого предупреждения, полчаса простоял, нету. Всему виной дефицит угля, уверяют в Харьков облэнерго. Из-за чего в энергосистеме дефицит мощности. Змеевская ТЭЦ-5, которые снабжают область электричеством, работают не на полную мощность. Поэтому по команде Укрэнерго в области разработали список аварийных отключений объектов. Говорят энергетики, в первую очередь отключать будут предприятия, торговые центры. И потом уже, если область все равно будет превышать лимит потребления, даже социально важные объекты. Для соблюдения как бы вот этого баланса, для нарушения, предотвращения неустойчивой работы энергосистемы и даже ее развала, то есть полного обесточения потребителей, как регионов, части регионов Харьковской области, как например, так и Украины в целом, в принципе предусмотренными действующими инструкциями графики аварийных отключений. То есть ряд мероприятий в части ограничения потребления. На данный момент создано 10 так называемых очередей отключения. Как только диспетчер из Киева дает команду, что лимит по области превышен, выключается рубильник. В Облэнерго говорят, сегодня фактически были отключены все те объекты, которые будут отключаться и в дальнейшем. То есть тем, кто сегодня сидел без света, придется и дальше терпеть неудобства, пока ТЭЦ не получат необходимое количество угля. Отключения будут продолжаться как минимум до 15 декабря. Инна Степанишина, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости». ДТП с участием сотрудников милиции и беременной женщины. Накануне вечером на Московском проспекте столкнулись Рено и ВАЗ «Десятка». По факту аварии проводится служебная проверка. В причинах столкновения разбирается прокуратура. Московский проспект и площадь Фейербаха. Служебная Рено едет из центра, вас навстречу. Внезапно автомобиль ППС выезжает на рельсы, его заносит и выбрасывает на встречную полосу. За рулем «Десятки» была 23-летняя беременная женщина. Ей понадобилась медпомощь. Диагноз – ушиб ноги. Но для дополнительных обследований пострадавшую все же отправили в больницу. Среди водителей этот участок дороги считается неблагополучным. Из-за количества ДТП он попал в категорию аварийно-опасных. По статистике ГАИ таких мест в городе, где из-за выступающих рельс водителям нужно быть предельно внимательными, на сегодня всего два. Проспект Московский от Богдана Хмельницкого до площади Восстания, а также улица Плехановская, так называемый Балашовский мост от улицы Нехаенко до улицы Полевой. Проезжая часть по улице, выше указанной Плехановской, находится в запланированном городском полковом капитальный ремонт. Но когда он будет выполняться по мере поступления денег, уже не раньше весны. По поводу Московского проспекта, там уложен первый рабочий слой асфальта. Тоже находится в реконструкции подмосковский, поэтому там завышенный рельс на трамвайное полотно. В ГАИ не устают напоминать и новичкам, и водителям со стажем. В условиях зимы три основных правила безопасности для водителей – это соблюдение скоростного режима, дистанции и правил маневрирования. Галина Шподарева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Вы смотрите новости АТН. Далее в нашем выпуске. Касаемо информации, которую имеют бюджетные организации, действует правило закона о публичной информации. Нельзя не предоставить информацию на запрос любого гражданина, тем более депутата, тем более журналиста. Харьковские коммунальные предприятия, должностные лица, которых подозреваются в хищении средств, отказываются предоставлять информацию о своей финансовой деятельности. Потому что если начнется лавина падения, то нужно будет как-то перераспределять эти все жалкие крохи и, грубо говоря, как проводить, условно говоря, секвестры. То есть, грубо говоря, сегодня вам могут выплатить по тысяче гривен, а завтра, когда накроются еще несколько банков, ох, извините, уже мы пересмотрим, вам останется только по 500. Учитывая увеличение количества неплатежеспособных банков, свои средства вкладчики могут забрать нескоро. В банке «Золотые ворота» приостановили выплаты. Цена одного параподиума до близкого до 70 тысяч гривен. Я, в принципе, переконана в том, что нам даст их забрать. Для линейки нам необходимо 4, поэтому я, в принципе, верю и переконана, и очень надеюсь, что мы сможем забрать эту сумму. Харьковские студенты проведут крупный благотворительный аукцион под названием «Двигаюсь живу». Все подробности через несколько секунд. 30-40 набирай, таксишара замовляй. Є мобильный, є такси. 30-40 набирай. З мобильного безкоштовно. Флип-завод «Салфьевский». У кожной хати кожен день. Добавьте легкости в свой день. Радио Релакс. Открылся единственный в Харькове центр детской и юношеской мебели. Мебельный центр «Маршал» на метро «Маршала Жукова» напротив дома мебели. Детально на умк.юэль. Лазерная эпиляция. Быстро, безболезненно, а главное с гарантией. Только сейчас для вас скидка минус 50% на первую процедуру. Звоните. Лазериня. Лермонтовская, 18-781-8171. Звук ли дивиться на лазерную коррекцию зору крізь окуляры недовіра? Это швидкая и безболезненная процедура, которая проходит на поверхне роговки. Она настолько прогнозована, что она делает астронавтом для полетов в космос. Дозвольте освободить вас от окуляриев. Офтальмика. Харьковские коммунальные предприятия, должностные лица которых подозреваются в хищении средств, отказываются предоставлять информацию о своей финансовой деятельности. Хотя она, настаивают юристы, по закону о публичной информации не может быть закрытой. Уголовное производство в отношении должностных лиц КП «Жилкомсервис» и КП «Харьковводоканал», которые подозреваются в хищении средств коммунальных предприятий, были открыты две недели назад. Факты вскрылись во время проверки, инициированной губернатором области Игорем Балутой, после того, как из-за многомиллионного долга «Обленерго» отключила насосы водоканала и без воды осталась едва ли не половина города. Когда следователи начали выяснять, как же этот долг накопился, то заподозрили должностные лица КП «Вода», а также КП «Жилкомсервис», предприятие, через которое в Харькове ведутся коммунальные платежи в хищении средств. В самих КП, а также в Горсовете комментировать обвинения отказались. Поэтому депутат Горсовета Анатолий Родзинский обратился в «Жилкомсервис» и «Харьковводоканал» с запросами, в которых потребовал предоставить ему финансовые отчеты предприятий за последние три года, а также перечень всех кредиторов, дебиторов и договоров. Родзинский уверен, если деньги выводились, то это будет видно по документам, а следовательно, об этой деятельности должны знать харьковчане, которые финансируют КП своими платежами. Однако оба предприятия в предоставлении информации Родзинскому отказали, сославшись на то, что в соответствии с законом Украины о статусе депутатов местных советов он имеет право требовать только статистическую информацию. В Горсовете основания для непредоставления информации обещают прокомментировать позже, ссылаясь на занятость руководителя юридического департамента. А вот сам Анатолий Родзинский уверен, информация о финансовой деятельности коммунальных предприятий не должна быть закрыта ни от него, ни тем более от харьковчан, которые платят эти самые коммунальные тарифы. Это абсолютный нонсенс. Почему? Потому что, еще раз, это не просто общество с ограниченной ответственностью, это коммунальные предприятия. Они принадлежат всем харьковчанам. То есть, по сути дела, правильнее вывешивать такую информацию даже на сайтах этих предприятий, для того, чтобы все харьковчане видели, как расходуются их деньги. А если даже депутат Харьковского городского совета не может получить такой информации, значит, действительно, имеются обоснованные подозрения о том, что там происходит нецелевое использование средств и, по сути, их хищение. Почему? Потому что люди не показывают только тогда, когда им есть что скрывать. Его слова подтверждают и независимые юристы. Говорят, информация о том, как расходуют деньги как коммунальные, так и бюджетные организации, просто не может быть закрытой. Касаемо информации, которую имеют бюджетные организации, действует правило закона о публичной информации. Нельзя не предоставить информацию на запрос любого гражданина, тем более депутата, тем более журналиста, если эта информация касается бюджетных средств. С исключением информации, которая является государственной тайной или другой тайной, ведомственной в неведомственной. На свое усмотрение это определить нельзя. Для этого должны быть соответствующие правовые основания. Непредоставление этой информации, говорит Михайлов, влечет ответственность, как и коррупционные деяния. Депутат Горсовета Анатолий Родзинский уже сегодня обратился в милицию с соответствующим заявлением открыть уголовное производство по факту противодействия его депутатской деятельности должностными лицами коммунальных предприятий. Марина Николаева, Александр Параценко, агентство телевидения новости. Вкладчикам банка «Золотые ворота» приостановили выплаты. Фонд гарантирования вкладов обещает, получить свои сбережения люди смогут после подписания всех договоров и передачи активов принимающему банку. Но учитывая увеличение количества неплатежеспособных банков, свои средства вкладчики могут забрать нескоро и не в полном объеме, говорят экономисты. Возле банка «Стандарт» никакого оживления. С конца ноября сюда обращаются только его клиенты. Финансовое учреждение, выигравшее конкурс и взявшее на себя обязательства по выведению банка «Золотые ворота» с рынка, пока не выплачивает денежных средств вкладчикам банка, аффилированного семьей бывшего губернатора Михаила Добкина. Приостановка выплат связана с необходимостью подготовить все документы и передать стандарту активы и обязательства неплатежеспособного банка. Получить свои деньги вкладчики «Золотых ворот» смогут только после завершения всех процедур. Однако, когда это произойдет, в банке «Стандарт» не знают. Финучреждение успешно выплатило первый транш, теперь ожидает второго. В последнее время количество банков, в которых вводится временная администрация, постоянно растет. На сегодня, по информации главы НБУ Валерии Гонтаревой, фонду гарантирования вкладов был выделен кредит на сумму более 10 миллиардов гривен. Для расчёта с вкладчиками банков, которые были признаны неплатежеспособными, в декабре НБУ предусмотрено предоставить фонду ещё около 10 миллиардов гривен. Но гарантий, что вкладчики получат свои сбережения вовремя и в полном объёме, нет, уверены экономисты. Потому что, если начнётся лавина падения, то нужно будет как-то перераспределять эти все жалкие крохи и, грубо говоря, как проводить, условно говоря, секвестры. То есть, грубо говоря, сегодня вам могут выплатить по тысяче гривен, а завтра, когда накроются ещё несколько банков, ох, извините, уже мы пересмотрим, вам останется только по 500. Что толку, что вам должны там 20 тысяч? Всем же ж надо понемножку. Потому что всем всё равно не хватит. Потому что система не рассчитана на массовую вакханалию безответственности, воровства, покрывательства, коррупции. Учитывая невозможность прогнозировать, какое количество средств потребуется и какие банки будут неспособны выполнять свои обязательства, у фонда может не оказаться необходимых денег. Пока же НБУ совместно с Фондом гарантирования вкладов решает, как обеспечить выполнение обязательств неплатёжеспособных банков, в банках, достаточно прочно стоящих на ногах, отмечают даже незначительный рост притока желающих переложить свои сбережения из трёхлитровой банки. Чтобы поощрить таких вкладчиков, а заодно и попытаться повысить уровень доверия населения к самой системе, НБУ предложил использовать так называемые именные депозитные сертификаты. На них, пообещала Гонтарева, не будут распространяться ограничения по валютным вкладам. Инициативу эту в банках пока комментировать не берутся. Хотя не отрицают, клиентов может прибавиться. Если сейчас действует постановление НБУ номер 540, которое запрещает снимать в день более 15 тысяч гривен в эквиваленте, то собственники этих сертификатов не будут иметь такого ограничения. Но можно, конечно же, предположить, что подобное нововведение многие вкладчики оценят как позитивное. Но мы пока не работаем с этими сертификатами, поэтому что-то конкретно комментировать пока не можем. Правда, в эффективности этой меры сомневаются уже экономисты. На фоне недоверия населения ко всей системе необходимы конкретные решения и политическая воля. Без этого все инструменты, вводимые регулятором, будут непродуктивны. Оксана Нечапаренко, Александр Романовский, агентство телевидения новости. Харьковские студенты проведут крупный благотворительный аукцион под названием «Двигаюсь живу». Все вырученные деньги пойдут на закупку для Украинского научно-исследовательского института протезирования дорогостоящего медоборудования, с помощью которого пациенты, а среди них бойцы АТО и пострадавшие на Донбассе мирные жители, снова смогут встать на ноги. Девять мирных жителей, которые получили взрывные ранения на Донбассе, сейчас находятся в Харькове, в научно-исследовательском институте протезирования. После серьезных спинальных травм реабилитацию здесь проходят и двое бойцов АТО. Мы получили их совершенно такими в положении сидячем, одного из них в положении лежа, а сейчас они в зале, они активно работают. Один из них уже самостоятельно, в Пруссиях, правда, сделал вчера первые шаги в ортезе, поэтому вот такая динамика с ними. Мы думаем, что это только начало, потому что в самом деле ранения были сложные, и они по несколько месяцев еще были в госпиталях, поэтому этот поток еще впереди. Воля и готовность работать над собой только одна из составляющих успешной реабилитации. Немало зависит и от технических возможностей, говорит Антонина Салеева. Ведь современными протезно-ортопедическими средствами специалистам удается возвратить к полноценной жизни более 80% пациентов. Один из самых необходимых пунктов – это динамические параподиумы. Это устройство, которое позволяет за счет качательных движений осуществлять вынос ноги вперед, и таким образом пытаться ей напомнить, объяснить, дать понять, как это сделать, как будто заново, потому что в самом деле эта функция у человека полностью отключается. И для детей самых маленьких, и для взрослых – это шанс из шансов. Такие приспособления можно приобрести в Европе, но бюджетному учреждению они сейчас не по карману. А тех, которые есть у института, недостаточно. К тому же большинство из них были куплены. Давно уже успели износиться. Помочь закупить необходимые аппараты взяли студенты университета банковского дела НБУ. В рамках благотворительного студенческого аукциона «Надежда» двигаюсь живу. Задались целью собрать средства на линейку из нескольких параподиумов на разный рост. Цена одного параподиума до близкого 80 тысяч гривен. Я, в принципе, уверена в том, что нам даст забрать. Для линейки нам необходимо 4, поэтому я, в принципе, верю и уверена, и очень надеюсь, что мы сможем забрать эту сумму. На студенческом аукционе с молотка пойдут изделия ручной работы, сертификаты на услуги и предметы искусства от известных украинцев. Также состоится показ модных вещей в национальном стиле. Само же мероприятие запланировано на 24 декабря. В этом году благотворительный аукцион «Надежда» пройдет в Украине уже в девятый раз. Алена Сорока, Александр Романовский, Агентство телевидения новости. На этом пока все. Все подробности о событиях сегодняшнего дня читайте на нашем сайте atn.ua. В студии работала Ольга Панула. Всего доброго и до встречи. Ольга Панула. Ресторан «Навруз» и «Новый рік разом» – это поединение украинских традиций и узбекской экзотики. Встречайте Новый рік с «Наврузом», «Шевченка-216Б» и «Динамівська-12». Удобная покупка жилья начинается на сайте hankom.ua. Компания «Хан» – Харьковское агентство недвижимости. Натали Болгар. Женоча классика для ТБ. Успешное, да сучастное. Новый рік с «Наврузом». 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 Продолжение следует...